Приветствую вас, Алексей. Если вы говорите, что у вас депрессия, либо у вас есть подозрения, основания полагать, что у вас депрессия, то необходимо обратиться к врачу, психотерапевту, психиатру, либо клиническому психологу для того, чтобы вам диагностировали ваше состояние, и назначили соответствующее лечение, в том числе и психотерапию, то есть безмедикаментозное лечение. Это то, что касается депрессии. Выпись, мне очень трудно выражать в свои мысли такое ощущение, что я сошел с ума. Здесь я сразу хотел бы сказать, что люди, которые сошли с ума, они, как правило, не осознают того, что они сошли с ума. Поэтому вы, скорее всего, с ума не сошли. Дальше, это периодически повторялось где-то раз в 5 лет, начиная с 19, потом с 24, и сейчас 31 обострения начались с августа. Соответственно, что это вызывает у вас такое ощущение, что это вызывает у вас такие реагирования. Как правило, речь идет о аффективном комплексе, то есть когда-то вы пережили определенные неприятные ситуации для себя, которые вас травмировали. Травмированность, то есть травмированность, травмированность проявляется в том, что образуется комплекс. Комплекс это, если простым языком, то это целогубность, это ложная причинно-следственная связь определенных переживаний. И, например, вы, сталкиваясь в своей жизни с какими-то вещами, которые внешне для вас ничего не значат, начинаете чувствовать серьезный негатив в себе, именно потому что так проявляется комплекс. Ну, ваш объективный комплекс, условно говоря, да? И, соответственно, этот комплекс нужно разручить, а ваше чувство освободит. Дальше, также постоянное нерешительное действие заставляет себя что-то делать, понимать, кроме простых вещей, концентрироваться. Алексей, я бы сказал, что не совсем понятно, какие именно симптомы у вас проявляются раз в 5 лет, обострения которых начались в августе, а какие симптомы у вас постоянно. То есть, вы говорите, постоянное нерешительное действие. То есть, это вы имеете в виду в дополнение, да, к тому, что у вас, вам трудно выразить свои мысли, и такое ощущение, что зашли с ума. В дополнение или как? Вот. Значит, дальше, нерешительное действие, это неуверенность в себе. Неуверенность в себе связана с тем, что вы себя оцениваете. Первое. И второе, ну, это в некоторой степени проблема целеполагания, да. То есть, как бы неверное целеполагание прощает неуверенность в себе. Вот. Что касается того, что вы себя заставляете что-либо делать, то здесь нужно исследовать. Заставляете для чего, заставляете почему и так далее. Вот. Вполне возможно, что проблема чисто психологическая. Ну, для этого нужен анализ. Для этого нужно с вами побеседовать, чтобы понять. Понимать, кроме простых вещей, концентрироваться. Ну, опять же, здесь важен вопрос мотивации. До этих обострений живу как вполне нормальный здоровый человек. Ну, значит, обострение имеет психологическую причину, психогенную причину. Вот. И какие-то обстоятельства, значит, запускают механизм данного переживания. Вот. Я думаю, что оптимальным вариантом для вас Алексей будет обратиться к любому из наших специалистов. И провести беседу, в ходе которой будет понятно, что с вами происходит. И понятно, какую помощь мы вам можем оказать. Вот. Потому что, как бы, если вы говорите, что у вас постоянная нерешительность в действиях, и вы заставляете себя что-то думать и понимать, кроме простых вещей, и концентрироваться, то это одно. Если это просто обострение, и вот вы говорите, что до этих обострений живу как нормальный здоровый человек, то это другое. Тут еще момент в том, что вы не больны. По крайней мере, пока у вас нет диагноза, больным вы не считаете. И то, что вы воспринимаете себя нормальным здоровым человеком, уже наводит на мысль о том, что вот есть какое-то болезненное восприятие, может быть даже болезненное стремление к тому, чтобы быть нормальным и здоровым. Тут хотелось бы спросить, что есть норма, и что есть здоровый человек, и понимаете ли вы разницу между нормой и уже отклонением каким-либо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Вполне возможно, что ваше подсознание таким образом пытается дать понять какие-то ваши потребности, какие-то ваши желания, вот, чего вы не слышите, ну, по понятным причинам. Соответственно, в этом тоже вам можно помочь, можно помочь вам это все раскрыть. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!